Сегодня истекает контракт с Газпромом, а условия нового соглашения, похоже, тайно за семью печатями. Парламентское большинство отказало блоку коммунистов-социалистов в требовании вызвать на слушание ответственного за этот вопрос министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну. Мы не контракту, ну, функционал. Что при этом будет? В какой мы стадии находимся? Где и кто ведет переговоры? Какие предложения поступают с нашей стороны, со стороны наших партнеров по переговору и когда это закончится? Когда мы будем уверены в том, что снабжение Республики Молдова природным газом будет стабильным и достаточным. Поднимать этот вопрос в парламенте ПДС отказывается. Впрочем, как и тему закупки военной техники у США. Предложение блока коммунистов-социалистов вызвать на слушание министра обороны парламентское большинство тоже не поддержало. Продолжение следует... На прошлой неделе в Кишиневском аэропорту приземлился грузовой борт ВВС США, в котором, как сообщило в пресс-релизе американское посольство, находилась часть, купленная правительством партии военной техники, общей стоимостью в 5 миллионов долларов, из которых миллион был перечислен властями Молдовы. Что за техника находилась в самолете, не уточняется.